Крымская площадь – первый пункт в рабочем графике самарского мэра. Здесь уже закончили всю черновую работу, теперь приступили к самому приятному – ее украшению. К этой площади особое внимание, ведь проект ее преображения, который выбрали сами горожане, стал самым ярким на рейтинговом голосовании. Арт-объекты площади – Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда – символизируют знаковые места Крыма. Кроме того, здесь появится сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Все, что касается сухого фонтана, это гранит настоящий, машина, потом идет уже обычный. А все газоны мы никак не делали? Все делали? А, все? Ну, на той стороне. Все газоны? Да. Делаются на той стороне только. Все четыре стороны делают полностью газоны. Следующей точкой в маршруте Елены Лапушкиной стал сквер Фадеева. Главу интересовал не только он, но и все, что его окружает. Комиссия заглянула во двор знаменитого Козловского дома. Здесь тоже совсем скоро будет ремонт. В доме проживают ветераны ЦСКБ «Прогресс», которые участвовали в строительстве сквера. Мы делали поребрик такой, ставили, а сейчас ставят как положено. Уже делают. Нам нравится. Как приятно сейчас. Вот я хожу внизу, любую строительную, большие работы, капитально большой. Ну, молодцы, что так делается. Любой придет и скажет, вот это да, вот это Самара, вот это да. Именно о будущем сквера Фадеева и самарцы спорили больше всего. Проект, который был выставлен на голосование, стал самым обсуждаемым. От жителей поступило много предложений. В итоге сквер станет не только местом для приятных прогулок. Сюда можно будет прийти, чтобы заняться физкультурой. Здесь появятся спортплощадки. Здесь будет очень красивый сквер, очень красивый. Вот самый дорогой у нас сквер. Самый хороший, потому что мы его так любим. Перемены коснутся и зеленого уголка, что прилегает к храму Кирилла и Мефодия. Здесь проложат пешеходные дорожки, установят фонари и лавочки. Работы уже начались. Заправка. И вот это ограждение точно меняет танцы. Это однозначно. Бульвар Металлургов и площадь Мочилова тоже меняется с каждым днем. 20 тысяч самарцев поддержали проекты благоустройства, и они стали лидерами в рейтинговом голосовании. Вскоре здесь установят памятник первому директору завода Павлу Мочилову. Мы поддерживаемся тех проектов благоустройства, за которые люди проголосовали, удастся на рейтинге голосования. Но в любом случае все нюансы обсуждаются. И у меня вот сегодня сомнений совершенно точно нет, что все четыре пространства, которые были заявлены в этом году, будут в данный срок. Этот уголок рабочей Самары останется зеленым. Ели, за которые так боролись самарцы, сохранят. А взамен аварийных деревьев высадят новые. Все работы должны закончиться к первому сентября. И не только на Металлурге, но и по всему городу. Мария Левина, Константин Головин. События.